Здравствуйте! В ближайшие 20 минут о самых заметных событиях дня. В эфире новости телекомпании ТВИН в студии Галины Смирнова. И вот некоторые темы этого выпуска. Просторы Северных морей еще доступнее с магнитогорской сталью. В Сад Петербурге состоялся спуск на воду универсального ледокола «Арктика». Очередь меньше не становится. На аппаратном совещании обсудили проблемы выделения жилья детям-сиротам. Сквозь лабиринты души в магнитогорской картинной галерее состоялось открытие второй межрегиональной биеннале современного искусства. А начнем мы наш выпуск с информации о событии знаменательном как для нашего градообразующего предприятия, так и для города Металлурга в целом. 16 июня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду головного атомного ледокола «Арктика». Металл для корпуса самого большого и самого мощного в мире ледокола был поставлен Магнитогорским металлургическим комбинатом. На долю ММК приходится более половины всех поставок металла для российской судостроительной отрасли. В 2015 году ММК отгрузил отечественным судостроителям 86 тысяч тонн металлопродукции, что почти на 11% больше показателей предыдущего года и примерно в полтора раза превышает объем отгрузки судостроительным предприятиям в 2013 году. Сегодня на верфях страны, помимо Арктики и первого серийного ледокола проекта «Сибирь», при участии в Магнитке возводится современный ледокольный флот России. На ходовые испытания головной атомный ледокол «Арктика» должен выйти в 2017 году. Его водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн, длина – 173 метра, ширина – 34 метра. Ледокол будет способен развить по чистой воде скорость до 22 узлов. «Арктика» сможет проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 3 метров. Возможности производства суда стали на ММК расширились после ввода в строй в 2009 году толстолистового стана 5000. Комплекс по производству толстолистового проката включает комплекс внепечной обработки стали в ККЦ, МНЛЗ-6, Стан 5000 и термоотдел. Способен производить судо-сталь, в том числе для российского ВМФ, танкеров современных судов ледового класса. Судо-сталь, выпускаемая на стане 5000, сертифицирована классификационным обществом Бюро Верета Франция, Российским морским регистром судоходства, Российским речным регистром ABC American Bureau of Shipping, Ллойд-регистр, Норвежским классификационным обществом ДЭТ Норрский Веретас, немецким классификационным обществом Германии Шерлойд сообщает Управление информацией и общественных связей ОАО ММК. Продолжаем программу. В этом году у 300 ВД канал сетей стало больше почти на 2 километра, а выручка увеличилась на 3%. Об итогах работы предприятия за первый квартал текущего года, о реализации программы «Жилье детям-сиротам», а также о пожарах шла речь на очередном аппаратном совещании в городской администрации. В начале аппаратного совещания Виталий Бахметьев рассказал о кадровых перестановках. Директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Сергей Терехов переведен на работу в аппарат городской администрации. На его место назначен бывший директор электрических сетей филиала «Челябэнерго» Юлий Элбакидзе. По уже сложившейся традиции, первый вопрос аппаратного был посвящен деятельности муниципального предприятия. На этот раз об итогах работы за первый квартал текущего года отчитался директор МП «Трест-водоканал» Владимир Ефимов. Он рассказал о том, что за отчетный период водоканалам добыто 12 миллионов кубометров воды. Это почти на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение добычи связано со снижением потребления воды, пояснил Ефимов. С сокращением производств, приостановкой деятельности фирмы и организаций малого и среднего бизнеса. Но на выручке это снижение не сказалось, отметил директор ВДК «Трест-водоканала». Выручка от продаж за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 3,3%. Или в денежном эквиваленте 9,3 миллиона рублей. Но надо отметить, что вот этот рост произошел исключительно за счет роста тарифа. Однако информация об увеличении выручки главу города отнюдь не порадовала, поскольку чувствовать рентабельную работу предприятия должна в первую очередь городская казна, отметил глава. А ВДК «Ал» свою небольшую прибыль направил на реализацию своей инвестиционной программы. Вторым вопросом аппаратного совещания стало выделение жилья детям-сиротам. Об этой проблеме рассказала начальник управления социальной защиты населения Ирина Михайленко. В 2015 году в очереди стояли 211 человек. Из федерального и областного бюджета на покупку жилья для них было выделено сначала 33 миллиона рублей, а затем дополнительно еще 7 миллионов. Так, на 40 миллионов рублей были куплены 54 однокомнатные квартиры. Однако очередь меньше не стала. Ежегодно она пополняется за счет ребят, покидающих детские дома и имеющих право на бесплатное жилье от государства. В 2016 году на эти цели выделено 29 миллионов рублей. На эти деньги планируется закупить 38 помещений, комнат и квартир. Но это еще не все. Было направлено письмо за подписью Виталия Викторовича в Министерство социальных отношений о дополнительном финансировании. Речь идет о 10 миллионах, 10 миллионов 638 тысяч будет выделено дополнительно для приобретенных квартир. Планируется на эти суммы приобрести 13-14 квартир с учетом остатка от предыдущей суммы. И таким образом на сегодняшний день мы говорим, что еще 51 или 52 человека будут обеспечены жилыми помещениями. Еще один вопрос аппаратного – пожары. Стоит жаркая и сухая погода. Магнитогорцы расслабились и пренебрегают правилами безопасности. Первое место у нас занимает автотранспорт. 34 возгорания. Затем идут садовые товарищи 126, индивидуальный жилой фонд, в основном бане, скажем так, стайки, сараи 25. Ну а остальное уже прочие различные склады, заброшенные дома и так далее. По окончании докладов Виталий Бахметьев напомнил присутствующим, что 21 июня в Магнитогорске пройдет большой форум «Единой России». Планируется присутствие 2200 гостей в городе Магнитогорске. Соответственно, мы подготовили четыре площадки дискуссионные. Сегодня мы все эти моменты отрабатываем. Окончательно в 16 часов 21 числа форум будет организован в Ледовой арене «Металлург». В заключении совещания глава города поздравил медиков с их профессиональным праздником. Хочу поздравить всех с наступающим праздником. Ну и пожелать вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и, конечно, семейного счастья. В вашем нелегком труде. Галина Смирнова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Сегодня в школе номер 39 прошло мероприятие, посвященное столетию со дня рождения нашего легендарного земляка. Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, военного летчика Леонида Васильевича Демы. Перед кадетами школы выступили представители ветеранских организаций, лично знакомые с героем, а также его родственники. После чего все поехали на правобережное кладбище, чтобы возложить цветы к могиле фронтовика, где к ним присоединились представители городской администрации. Тему продолжит Татьяна Зайцева. Он попал на фронт в октябре 41-го года и за 3,5 года до победы совершил около 500 боевых вылетов. Провел 54 воздушных боя, сбил лично 17 самолетов противника, а в составе группы еще 5. Леонида Васильевича Дему называли военным миллионером. За годы Великой Отечественной войны он налетал более 2 миллионов километров. Не расскажешь в коротком сюжете обо всех воздушных сватках, где приходилось применять недюжинную выдержку, ум и талант настоящего летчика. Но одна из них стоит особняком. Было это в мае 1943 года в районе станицы Крымская Краснодарского края. В воздушном сражении с немецкими бомбардировщиками Дема применил прием настоящих героев. Пошел на таран Юнкерса, будучи уставшим, раненым, без единого патрона. На предельной скорости он догнал немца, пристроился под фюзеляж Юнкерса и винтом отрубил хвостовое оперение. Бомбардировщик рухнул на землю, а два соседних Юнкерса ретировались. После тарана Як-1 Леонида Дема стал падать. Летчику стоило больших усилий выровнять поврежденную машину на высоте 300 метров от земли и дотянуть до передовой. После приземления самолет Демы попал под минометный огонь противника. Но на помощь пришли танкисты, которые и доставили его в госпиталь. С психологической точки зрения, что такое вообще боевой вылет, встреча с противником, реальная, а не виртуальная, а не компьютерная смерть. Притом это все такое, знаете, в условиях огромнейших перегрузок, потому что не просто летишь. Надо было принимать очень быстро грамотное решение, ну и выходить победителем. Что он и делал. Кстати, в госпитале Леонид познакомился со своей будущей женой, которая выходила его от ран, из которой они вместе прожили до самой его смерти, более 60 лет. После войны из-за проблем со зрением Леонид Дема был вынужден уйти из военной авиации в Гражданскую. Летал в Ставрополье, Новокузнецке, на Камчатке и Колыме, бороздил небо над Сахалином. В 1962 году перевелся в Магнитогорск и летал еще 14 лет. Затем работал диспетчером в аэропорту. Кстати, место для Магнитогорского аэропорта выбирал он сам. Под его руководством строился аэродром. Родственники вспоминают легендарного летчика как замечательного человека, доброго, веселого, любящего пошутить. Он начал трудиться в авиа на левом берегу, был диспетчером. Всегда мой муж играл в футбол и ездили, они участвовали, летали на самолете. Мы их когда встречали, это вот его был все время рассказ. Но он на эле, говорит, стоит ля-ля-ля, тря-ля-ля, а он сидел над диспетчером высоко. А дети в лужи катаются ваши, смеялись. Герой Советского Союза Леонид Дема награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны, первой и второй степени, красной звезды, медалями иностранными орденами. Он умер 17 декабря 2004 года, в возрасте 88 лет. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Сегодня утренний рапорт врачей Центральной медико-санитарной части начался торжественно. Коллектив больницы принимал поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. В больницу прибыла целая делегация гостей. Это представители городской администрации, руководство Магнитогорского металлургического комбината, профсоюзной организации предприятия и территориального фонда обязательного медицинского страхования. Продолжит Юлия Никифорова. Утренний врачебный рапорт в Центральной медсанчасти, посвященный Дню медицинского работника, начали с театрализованного представления. Сотрудники подготовили миниатюрную сценку об истории больницы. Лечат люд простой и не очень, пользуясь диагностикой точной. Вносят в планы свои лечебные, технологии заморские, верные, режут что-то там и латают. В общем, подвиг свой совершают. Сегодня автономная некоммерческая организация Центральная медико-санитарная часть – одно из ведущих медицинских учреждений нашей страны, в котором трудится около двух с половиной тысяч медиков. Высокая квалификация врачей и медсестер, современное оборудование, высокотехнологичные методы диагностики и лечения, внедренные в больницы – все это превратило Центральную медсанчасть в медицинское учреждение, куда едут лечиться пациенты со всей страны. Особая гордость больницы – прекрасно оснащенный диагностический центр, один из самых крупных в России. Кстати, в честь Дня медицинского работника, заведующую диагностическим центром Ольгу Андронову, доктора с 35-летним стажем работы, наградили премией Законодательного собрания Челябинской области. Конечно, я горжусь своим подразделением, непосредственно теми людьми, которые делают ту вот, на первый взгляд, параклиника – это такая невидная работа. Все шлавры у нас всегда получает клиницист, а мы делаем ту невидимую работу, которая просто необходима в системе медицины для больного. Конечно, мы всегда рады, получаем большое удовлетворение, когда диагноз поставлен, когда мы клиницистам помогли. С профессиональным праздником медиков поздравили представители городского руководства, Управление здравоохранения, профсоюзного комитета и руководство Магнитогорского металлургического комбината. От имени генерального директора ОМК, имени Павла Владимировича Шиляева, от имени председателя совета директоров ОМК, Виктория Филипповича Рашникова, я искренне, от всей души хочу поздравить вас с этим прекрасным, как уже говорилось, самым гуманным, наверное, праздником – Днем Медицинского Работника. У нас в Магнитогорске есть три бренда таких вот мощных, которыми, в принципе, и город Магнитогорск, и мы, металлурги, можем гордиться. Это, безусловно, наше градообразующее предприятие ММК, группа компаний, это наша хоккейная команда «Металлург». Ну и, безусловно, это медико-санитарная часть. Конечно же, своих коллег поздравила и главный врач больницы Марина Шеметова. Я с гордостью говорю о том, что в медсанчасти у нас работает замечательный коллектив, замечательные люди, замечательные специалисты. Я вас поздравляю с праздником, здоровья, благополучия, процветания, всего вам самого доброго. Встреча закончилась фотосессией, которая останется в истории больницы, как день медицинского работника 2016. Юлия Никифорова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Сегодня в Магнитогорской картинной галерее состоялось открытие самого ожидаемого арт-проекта этого года – второй межрегиональной биеннале современного искусства Урала «Лабиринт». Она представила магнитогорцам работы более 150 художников из 30 городов России. За день до открытия биеннале, которая проводится как выставка-конкурс, все работы были отсмотрены членами судейской бригады. В этом году в нее вошли представители Союза художников Москвы, Челябинска, Магнитогорска. Их задача была определить победителей шести конкурсных номинаций и обладателя гран-при. Наша съемочная группа получила возможность понаблюдать за тем, как проходил этот непростой процесс. Как и два года назад, биеннале вновь заняла все четыре выставочных зала, картины и галереи, в которых разместилось более 300 работ. Отсмотреть такое количество за один день непросто, так же, как и выбрать лучшие. Фамилию художника, понравившейся работы, члены жюри вписывали в свои заветные блокнотики, содержимое которых, кстати, нашей съемочной группе было запрещено снимать категорически. Тайну голосования должно было соблюдать и телевидение. Однако, уже у следующей работы претендент на победу вычеркивался в пользу нового автора. А меняется все. Паузу сделаешь, потом опять по залу пошел, раз какие-то фамилии, раз торкнуло, раз переписывал. Собравшись на очередное промежуточное подведение итогов, такое непостоянство члены жюри объяснили довольно просто. Мы думали, что будет более бедно, поскольку идет параллельно достаточно много большого, высокого уровня выставок. Но, на удивление, выставка сложилась, в общем, состоялась достаточно интересно. Чтобы выбрать единственного претендента на победу, председателю Челябинского регионального отделения Союза художников России Анатолию Костюку приходится вновь и вновь обходить выставочные залы, картины, галереи. Работ высокого уровня, где авторы по-настоящему сумели заинтриговать неожиданным стилистическим и цветовым решением и композиционными находками на выставке действительно немало. Однако, больше всего потрясает, признается Анатолий, когда что-то новое демонстрирует автор, которого давно знаешь, как классического художника. Лично вот с этим автором я знаком достаточно давно и лично, и с его творчеством. И, скажем, вот увидев эту работу, пока я не посмотрел на табличку, кто же автор, я и не мог подумать, что это именно этот художник. Неожиданный ракурс триптиха «Реальность-2», очень точно передающего те ощущения, которые возникают при бешеной скорости движения, не дают пройти мимо многим членам жюри. Таким же магнитом, который не дает оторваться, становится и серия картин «Быль и небыля магнитки». Современные художники, к сожалению, не так часто обращаются к истории родного города. И именно этот проект, по мнению жюри, наглядно показывает, какие безграничные возможности таит в себе эта тема. Автор за основу берет все-таки язык лупка, традиционного русского лупка. И не простая стилизация подобия, а все-таки довольно убедительный действительно язык лупка. В этом этот язык дает возможность, на мой взгляд, с добрым юмором, именно с добрым юмором, с добрым наполнением, говорить все-таки о каких-то серьезных вещах. И таких неожиданных открытий на второй межрегиональной биеннале современного изобразительного искусства Урала немало. Члены жюри уверены, эта выставка не только подарит зрителям массу новых впечатлений, но и станет мощнейшим толчком для создания новых творческих проектов. Ведь экспозиция дает возможность по-новому взглянуть на современное искусство. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisyn.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 18 июня. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 18 июня, в городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 4-6 метров в секунду. Отдельные порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Днем 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы. 731-732 миллиметра ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok